Добрый день, мои дорогие любители вязания! Я рада приветствовать вас на своем канале вязание от Ангелины Азимок. Добрый день! Сегодня мы начинаем вязать с вами вот такую замечательную шаль. Здесь, конечно, плохо видно фотография черно-белая, но я думаю, что можно будет посмотреть, увидеть, что очень напоминает листики. И когда мы ее свяжем, это будет очень красиво. Есть вот такая схемочка, самая первая, их у меня несколько. Мы начинаем вязать здесь один клин этой шали, мы будем вязать два. Я пробовала вязать три, получается квадратная шаль, а не треугольная, как бы мне хотелось. Просто. Вот. Я хочу рассказать про ниточки. Это очень тонкие ниточки, 800 метров 100 грамм. Это чистая шерсть, кауни. Вот я уже начала таким образом вязать. Крючок я взяла 2,5. Расход, я думала, что меньше будет 100 грамм, потому что ниточка очень тоненькая. Можно вязать шаль, можно вязать бактус, то есть мини-шаль. Мы посмотрим, как у нас будут смотреться переходы и когда он надо будет заканчивать. Самое главное, да? Мы начинаем. Смотрим по рисунку. Рисунок видно мелко, но можно рассмотреть, что один клин состоит... Сначала вяжем колечко из 5 воздушных петелек. Вот мы провязали 5 воздушных петелек. Теперь сделали 3 столбика с накидом и между ними 5 воздушных петелек. 5 воздушных петелек мы сохраняем на протяжении всего вязания. Вот. Дальше увеличиваем. Из 2 вяжем 4. Это у нас центр. Можно его также выделить маркером, чтобы вам было удобно. Из 2 делаем 3, 4 и потом у нас начинается сам рисунок. Рисунок вот такого плана. Воздушные петельки. Всегда идут 5 воздушных петелек. Столбики с накидом. И вот такого плана рисунок у нас. Пышные столбики. Рисунок не сложный. Но можно будет попробовать связать и посмотреть, что у нас получится дальше. Итак, мы еще раз смотрим на шаль. В черно-белом варианте у нас есть основа. У нас есть самая первая схема, по которой мы начинали вязать шаль. Хочу показать небольшой процесс, как это получается у меня. Здесь у нас мы набирали петельки, вы все помните. Основа вязания филейные клеточки и листики. Вот. Я немножко поменяла схему. Я довязала до 22-го ряда. Вот. Я связала 2 клина, а не 3. В самом начале я тоже объясняла, почему. Что получается у меня. Вот, смотрите. Вот наша основа. И вот они, листики. Сделала специальную бирочку, чтобы не потеряться в вязании. Вот наши листики. И теперь, смотрите, что сделала я. Вот. Между листиками. Смотрите, между листиками. Я связала большой лист. Когда у нас закончилось вязание на 22-м ряду, следующая схемка, она была слишком большая. И я здесь, с этого места. Не стала вязать, чтобы у меня была не шаль, а бактус. И начала вязать уже сразу листики. Причем их распределила немножечко почаще, чем на нашей схеме. Вот. То есть я сделала между двумя рядами листьев один большой лист. И в итоге у меня получаются вот такие. Листья маленькие и большой лист. Вот. Теперь мне останется провязать еще ряд листьев. Это будет красного цвета. Я думаю, что это будет очень красиво, очень замечательно. Схемку я покажу в следующий раз. Ниточки у нас кауни. 8,1 тоненькие. 800 метров 100 грамм. Крючок у меня 2,5. Вяжем дальше и смотрим, что же у нас получится из такого непонятного рисунка. Так, мы продолжаем с вами вязать бактус. Можно сказать, это мини-шаль. Первоначально у нас с вами была вот такая наглядная схема. Такое фото черно-белое. Но все равно видно, что все красиво. Я схему все переделала. Так, как хотелось, так, как виделось мне. Смотрите, первый узор, схему я нарисовала все как. Связала все как написано здесь. Здесь я провязала 2 клина. Если вязать 3 половинку, получается квадратная. Я хотела треугольную шальку. Небольшого размера. Вот. Полностью связала. Дальше у нас идет вторая схема. Вот она. Большие листики маленькие и большие. Их я тоже связала. Потом, третья схема. Вот эти все ряды я не вязала. Я связала только небольшую, последнюю часть листиков. Вот. И теперь посмотрите, что получилось у меня. И как вот это превратить в красивую мини-шаль. Ниточки у меня кауни. Называются они фестиваль. Такая красивая, необычная расцветка, яркая. Вот мои листики. Вот мое завершение. Повязала вот такие небольшие листики. Каемочка. И самое главное, самое основное. Как превратить из вот этого невыразительного кусочка красивую шальку. Что нужно сделать? Ее нужно свалять. Есть такой очень маленький, небольшой секретик. Как это делать? В каждой стиральной машинке автомат есть функция шерсти. Я включу на шерсть. Все постирается, высохнет. Потом я буду гладить с мокрой марлей, утюгом, на функции шерсти. И покажу вам, что у меня получилось. Приятного просмотра. За просмотр. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А готовые вязаные изделия вы можете приобрести на моем канале.